Это вот сегодня снежок, припорошил и прямо она даже прилично выглядит. А в принципе это очень большая свалка была, куда-то девались баки. Несчастливое место, не иначе. Сначала здесь было два бака. Когда их украли, сюда поставили один бак, но в апреле и его не стало. Люди пытались как-то упорядочить это место и обнесли стихийную свалку лентой, но не помогло. Пакеты прямо на землю валят проходящие мимо жители частного сектора. А жильцы двухэтажек, чтобы не гадить себе же под окна, уносят мусор в другие дворы. Либо вон туда приходится выносить, либо вон туда, где пятиэтажки. Прилично, в общем, идти. Ну, метров 400, наверное, будет. И насколько это удобно? Ну, конечно, неудобно. Во-первых, там они мусорки всегда заваливаются. Они всегда ругаются, когда, если попадаешь в обед, вот и таскаем то утром, то вечером, чтобы никто не видел. Замусоренность потянула за собой другую проблему. Бродячих собак, которые приходят сюда за едой и которых боятся и взрослые, и дети. Прямо здесь же находится детский сад. Люди с апреля обращаются в управляющую компанию, в администрацию города, в Роспотребнадзор, который, кстати, помог при прошлом исчезновении баков. Но ситуация не меняется. Сейчас в Роспотребнадзор говорят, мы этим не занимаемся в связи с Украиной. Только я вот понять не могу, при чем здесь свалка и при чем здесь в Украине. У нас нет дополнительных каких-то денежных средств для того, чтобы покупать этот бак. Бак почему-то мусоровозящая компания не предоставляет. Плюс Экосоюз, если отсутствует бак, либо, скажите, какая-то емкость для мусора. У нас в договоре прописан бестарный вывоз мусора. Почему у нас мусоровозящая компания, региональный оператор Экосоюз, а бестарно не вывозит. Почему мы это своими силами вывозим. Рекуператор предоставил нам договор СУКА. В нем указаны количество и объем контейнеров. О бестарном не говорится. Кроме того, контейнерная площадка внесена в официальный реестр. Поэтому, объясняют в Экосоюзе, пакеты и не забирают. По факту, сейчас это уже несанкционированная свалка. И помочь с покупкой контейнера компания не может. Годовой бюджет на это исчерпан. Плюс рекуператор снабжает баками преимущественно муниципалитеты. УКА в рамках оплаты жителей за текущее содержание жилья контейнеры покупают сами. Управляющая компания выставляет счет за обслуживание имущества, общего имущества собственников помещений, которые находятся в многоквартирном доме. Поэтому денежные средства, так или иначе, они идут в управляющие компании. Здесь, в данном случае, я считаю, что это безответственное поведение просто управляющей компании. Так как деньги, которые необходимо было направить именно на то, на содержание этого имущества, на создание этой контейнерной площадки, они туда не направляются. Рекуператор направил письма о несанкционированном размещении отходов в Росприроднадзор. А люди тем временем ждут, когда же свалка у их дома исчезнет. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. День с толком.